Боль Великой Отечественной войны будет животрепещущей темой навсегда для всех поколений. В преддверии Дня Победы Брестская областная библиотека имени Горького открыла выставку «Память. Бессмертный книжный полк». В рядах этого полка по стойке смирно стоят лучшие писатели страны. Они точно знают, о чем пишут, ведь большинство из них лично пережили боль войны. Эти книги – уникальная историческая память. Через них новые поколения могут узнать правду о событиях военного времени от первых лиц. В рамках акции и в основном здании Брестской областной библиотеки, и в здании отдела литературы для детей и юношества мы представляем масштабные выставочные проекты. В основном здании – это выставка «Бессмертный книжный полк», которая отражает более серьезную, научно-популярную, документальную, мемуарную литературу, посвященную теме войны. Поистине уникальными предметами выставки являются издания, написанные в период с 1941 по 1945 годы. Они вызывают наибольший интерес, ведь каждая книга исключительно по своему содержанию, оформлению, тиражам и значимости, которую она несет. На выставке представлены такие издания, как «У старых дубах» 1941 года издание, «За советскую Беларусь» 1942 года, «Лагеря смерти» издания 1944 года. Это особая книга, так как на территории Беларуси во время войны было организовано 260 лагерей смерти, в том числе и Брестское гетто. Сводки «Совым информбюро» мы слышим из военных фильмов, и у нас есть прекрасная возможность познакомиться со сводками за 1941 год. И одна из первых – это сводка главнокомандования Красной Армии за 22 июня 1941 года. Это издание 1944 года. Важной частью выставки являются мемуарные издания, ведь мемуары – это война глазами людей, прошедших лично через эти события. Они воевали, они теряли близких, и никто не смог бы передать события этих лет достовернее их. Особое внимание хочу обратить на мемуары нашего Брестского, автора, писателя, фронтовика Василия Петровича Лосковича и его жены Валентины Лоскович о звук далекой грозы. 99 лет отмерила судьба этому уникальному человеку. Еще одни мемуары, которые просто нельзя обойти стороной – это мемуары Николая Никулина. Ценитель прекрасного, научный сотрудник Эрмитажа, который о войне и не планировал писать, и прошел ее от первого до последнего дня, но в душе накопилось столько, что это требовало выхода на бумагу. И более 30 лет эти мемуары пролежали в столе, а потом уже увидели свет. Также мемуары Алексея Федорова «Моя война» за плечами этого человека и концлагерь, и партизанский отряд во Франции. Есть в коллекции музея и издание журнала «Родина. Документы победы». Таким образом, каждый желающий может увидеть, как именно выглядели военные документы того времени, приказ, наградной лист, продуктовая карточка, похоронка и, конечно, письмо на родину. Если советская страна до войны считалась самой читающей, то, пожалуй, во время войны она стала одной из самых пишущих стран. 10 миллиардов, 700 миллионов писем было написано во время войны. И к нашей гордости в фонде нашей библиотеки есть письма, датированные военного времени. Вот эти два письма датированы 1944 годом. Почему письма были такой формы? Естественно, что во время войны была огромная проблема с конвертами, марками, было просто не до этого. Поэтому письма складывались просто особым образом, треугольничком, где писался адрес. Прикоснуться к уникальным изданиям и, может, даже взять прочесть какую-то книгу домой, будет возможно у всех желающих до 31 мая. Также до 12 мая в библиотеке продолжается выставка «Мы родом не из детства, из войны». Мы также поставили себе целью познакомить юных читателей с актуальной современной литературой на тему войны, адаптированной уже для детей разного школьного возраста. Это новые издательские проекты, это новые имена авторов, это новые книги разных издательств. Ну, надо обязательно сказать, что там будут такие замечательные серии книг, представленные, как наша белорусская серия «Дети войны», замечательная серия книг издательства «Самокат» российского, серия называется «Как это было». И такие, например, интересные очень серии, как «Бессмертный полк» и особенно «Гавроши Брестской крепости». Алена Миневич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания «Бук-ТВ». Продолжение следует...